Привет! У меня появилась идея научить черепашку на Луа русскому языку, потому что огромное количество материалов в интернете русскоязычном по исполнителю черепашка, которые раньше проходили в школе, которые сейчас есть на экзамене ОГЭ, например, в девятом классе. И большинство реализации черепашки оперируют русскими командами на русском языке. Где-то вот такие команды используются без скобочек, например, вперед 100, налево, направо и так далее. Кое-где точно такие же русские команды в каких-то реализациях черепашки используются скобочки. Я считаю, что использование скобок оправдано, отлично, это ближе к обычным языкам программирования. Так, ну давайте, я уже попробовал начать какую-то реализацию нашей черепашки. Вот что у нас сделано. Черепашка сама делает require turtle полуключенко. Пишет, черепашка готова. Мне, кстати, тоже это нравится, что когда мы запускаем нашу черепашку, мы видим сообщение, что черепашка готова к исполнению. Очень все просто, потому что команды, которые, видимо, полуключенко реализовывал черепашки, они почти все совпадают с советской реализацией исполнителя черепашка. Ну, тут видно, что я... Очень хорошо, что лоа поддерживает название переменных и функций utf8. Поэтому очень просто глобальная переменная пауза получает ссылку на функцию wait. Единственное, в этой реализации черепашки, вот пауза написано, да? Здесь пауза не в секундах, а в миллисекундах. Но мне кажется, детям, особенно маленьким, удобнее как раз паузу делать в секундах. И им проще будет понять, что если мы хотим паузу сделать, например, 1 десятую секунды, нужно написать 0.1, чем умножать на 1000, чтобы получить 1 секунду. Вперед совпадает с move. Назад мы здесь move передаем отрицательное число шагов. Направо тоже совпадает с торнем. Налево отрицательное число шагов. Так, и вот я обнаружил такую интересную вещь. Где-то здесь в примерах с переменными в этой реализации черепашки. Вот переменные. В принципе, в лоа можно не объявлять переменные. Мы бы не писали вот так. Мы бы начинали сразу использовать какие-то переменные. Но я заметил в примерах вот такую вещь. Так, ну ладно, это было не в этом примере. Но где-то идет переменные. При объявлении переменной в нее автоматически происходит инициализация нулем. Так что, например, кое-где были такие примеры. Это вот тест нашей черепашки. Давайте его запустим. Все отлично. Черепашка готова. Вот она сделала у нас вперед 100. Все, пауза ждет. Переменные. Я заметил вот такую вот вещь. В примерах по той черепашке. Там, например, переменная P. Уже есть счетчик P равно P плюс 1. А до этого они объявляют просто переменную, но не инициализируют. Например, вот так. Переменная и имя P. Ну, я сделал вот такую реализацию. Ну, к сожалению, не хочу я добавлять какие-то макросы, чтобы... Итак, объявление переменных мы вот так можем реализовать. Ну, или в одинарных кавычках. Например, вот так. Так. И тогда у нас все будет работать. Ну, отлично. Ладно, я ничего не вывожу на экран сейчас. Давайте посмотрим, что можно еще, какие команды можно реализовать в нашей черепашке. Так. Черепашья графика. Цвет. Цвет, в принципе, хорошо придуман. Правда, это для старых, видимо, компьютеров. Чтобы не заморачиваться с RGB, как у нас сделано в черепашке на луа. Здесь есть просто какой-то набор цветов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Можно по номеру цвет указывать, и черепашка будет уже рисовать. Но, оказывается, в этой реализации черепашки есть цвет RGB. Вот давайте мы его и сделаем. Так. Так, толстяна пера. Перо. Давайте сначала перо сделаем. Перо. Вот видите, реализация переменной в глобальной переменной создается по имени переменная, и мы ее инициализируем нулем. Так, перо. Перо у нас совпадает вот с такой функцией penSize. Так что ничего здесь думать не надо. Ага. А вот цвет RGB будет состоять уже из функции. Из нескольких функций. Function. Так, ну, будем передавать RGB. Кстати, в эти функции, вот в эти функции, можно добавить еще и защиту от дурака. Но не защиту от дурака. Когда ребенок, например, забывает указать, передать аргумент в функцию назад, здесь мы можем проверять, что если у нас передана строчка, или если не передано число, и так далее, то мы можем сообщение об ошибке выдать. Ну, так как это коротенький урок, я этого ничего не пишу. Давайте, вот я, наверное, сделаю цвет. Попробуем нарисовать квадрат. И все. А, нет, я еще попробую реализовать цикл повтори. Так. Как же у нас там цвет нашей черепашки задается? Ага, ну, я уже и так вспомнил. Pen color. А здесь мы должны... Так, сейчас посмотрим. Color. Пола Ключенко нет документации по этой черепашке, поэтому берем исходник с моего Color. Окей. Так. Ну, значит, я все правильно написал. R, G, B. Так. Ну, и давайте попробуем проверим уже. Так. Давайте красный цвет. Дети знают про смешение цветов. Я у них спрашиваю, ну, допустим, 3-4 класс. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, как мы смешариков смотрели. Ну, ладно. Молодцы. Так, перо. Перо толстое сделаем. Перо, например, пятерка. Я, кстати, не проверял ни налево, ни направо еще. А, еще есть реализация одного из... одного из исполнителей. Где команда налево и направо подразумевает всегда поворот на 90 градусов. По-моему, чертежник. Тоже можно реализовать с помощью этой черепашки. Ну, что, по-моему, у нас черепашка сработала отлично. Так. Так, какие-то еще были команды интересные у черепашки. Поднять перо. Ну, тоже есть у нас все это. Поднять перо. Спрятать черепашку. Показать черепашку. Давайте я, как пример, тоже сделаю. Показать. Черепашку. Ну, вот я с подчерком, потому что с пробелом мы не можем сделать. Так, показать черепашку. Это у нас show. Спрятать тогда сразу черепашку. Это у нас hide. Так, давайте сразу нашу черепашечку покажем. Так, ошибка. Я не сохранил. Ага, я не сохранил. Просто файл. Отлично. Так. Ну, тут у пола черепашка не всегда показывается, потому что есть даже специальная команда. Рефреш. Вот детям мне ее не хочется давать. Но зато, когда у вас идет динамическое рисование в каком-то цикле и есть пауза, то черепашку всегда видно. Будем считать. Потом мы к этому вернемся. Так, что еще можно рисовать? Спрятать черепашку. Сделать. Показать. Домой. Отличная команда есть. Домой. И причем она на 100% совпадает с нашей, с реализацией полуключенка. Так, давайте мы сначала ее пишем. Домой. Это начало координат. Ну, начало координат. У нас квадратное окошечко. По-моему, 450 на 450 по умолчанию у черепашки. И по умолчанию черепашка где-то по координатам 200-200. С левого верхнего угла считается. В этой реализации черепашки все то же самое. Ага. Вот я уже вижу немножко не так. Не про то я говорил. Про место. Вот давайте сейчас место сделаем. Место, место. И еще интересно. Есть такая команда домой. Черепашка возвращается в исходное положение. В центр экрана и головой вверх. Ну, ладно. Давайте тогда сделаем домой. Домой. Сейчас сначала реализуем место. Место это куда мы помещаем нашу черепашку. Так, x, y. По умолчанию она у нас располагается в центре экрана. И у нее... Так, ну тогда сделаем... Здесь не только описание команд, но и какую-то инициализацию. Место у нас просто. Есть такая команда zero. Она совпадает полностью. А, ну, можно было вот так, значит, сделать. Раз она у нас полностью совпадает, место присвоит zero. Так. Функция домой, она должна возвращаться в центр экрана. Так, я уж не помню, как у нас здесь. Ну, ладно, здесь я константы тогда использую. Мы здесь тогда используем... Если что, я сейчас попробую. Место 200. 200. И еще черепашка. В этой реализации всегда написано... Возвращается в исходное положение в центр экрана. Головой вверх. Ну вот давайте мы сделаем, чтобы она у нас была головой вверх. Потому что, когда мы на уроках разбираем нашу черепашку, я все время напоминаю, а наша черепашка головой вправо почему-то смотрит. Так, ну и давайте налево. 90. Ну и мы должны в конце вызвать нашу домой. Так, пробуем. Что у нас? В чем проблема? Ага. Понятно. Я тут функцию не стал писать. И end. Так. Отлично. Ну и черепашку сейчас видно. Вот. Ну и видно, что она начала рисовать, двигаясь вверх. Так. Ну я вижу, что здесь она немножко смещена. Все-таки 450 у нас. Ширина и высота. Поэтому мы сделаем. Или 500. Не хочу сейчас отвлекаться. Можно извлечь. Узнать текущие размеры экранчика. Так. Ну это уже похоже на середину. Почти. Давайте последняя попытка. 225. 225. По-моему 450 на 450. 50 наша черепашка. Да. Вот это вот уже ближе похоже к истине. Так. Ну осталась реализация самого сложного. Хотя и не такого уж и сложного. Это циклы. Кстати, круг. Закрась. Очистить. Вот. Давай очистить фон сделаем. Просто если кто-то не знал. У нас есть такая команда. Тоже. Пола Ключенко. Очистить фон. Кстати, пол старался делать все эти команды не длиннее четырех букв. Чтоб бедные детки, наверное, меньше печатали. Вайп. Как бы стереть с доски. Мы можем попробовать. Так. Очистить фон. У нас черепашка должна что-то нарисовать. И стереться. Ага. Отлично. Я закомментирую. Проверена эта команда. Теперь давайте я сделаю цикл повтори. Это будет функция у нас. Повтори первым аргументом будет количество сколько раз повторять. А дальше мы будем командой. Я просто вот думал. Как же легче детям перечислять команды. Которые повтори. Через пробел мы их не можем опустить. Не хочу лишних скобок. Чтобы они писали function. Скобка, скобка и так далее. Просто через запятую будут. Угу. На самом деле. Есть. Возможность. Так. Воспользоваться. Никогда не пользовался. Level Function. Вот же мы можем что сделать. Так. Не то немножко. Угу. У нас есть DoString. Вроде бы. DoFile. Сейчас посмотрим. DoFile. LoatString. Угу. Ну отлично. Вот мы LoatString. Мы воспользуемся. Будет наверное даже лучше. Так. Тогда мы здесь будем. Вот этот стринг. Делаем повтор. For. И. Равно от 1 до n. Тоже защиту от дурака можно будет поставить. Но это уж кто хочет. Мы с ребятами уже по-английски разобрались. Все про они наши черепашки. Так. Ну и нужно... LoatString. Мы сразу LoatString будем запускать. LoatString. Пожалуй вот так. Так. Ну и давайте теперь попробуем сделаем... Ага. Теперь мы выберем цвет. Например зеленый. Переведем ее... Как мы там сделали? Начало. Место. Нет. Место. Томой. Да. Черепашки будем домой. Домой. Черепашка. Давай. Повтори. Десять раз. Вот такую вот команду. Так, 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 так. Вперед. Десять. Направо. Пять. Ну все, наверное. Если я не ошибся, должно работать. Ну что ж. Давайте тогда ладно. Я уже сделаю. Пусть она там нарисует нам что-нибудь. Покрасивее. Ой, она ушла. Так, 15 градусов. Давайте здесь сделаем поменьше. Так, а работает живое программирование с нашей библиотечкой? Нет, к сожалению, не работает. Мы можем только повтор менять. А, ну вот отлично, да. Замечательно. Замечательно. Ну что ж. На этом уроке мы сделали, научили нашу черепашку русскому языку. И вот я вам точно говорю, что если первоклассники или даже третий класс будет начинать изучать язык Луа, я им дам вот такую русскую черепашку. Вы мои исходники сможете скачать из репозитария. Ссылка на все исходники по моим урокам всегда есть почти под всеми видео. На этом всем счастливо.